МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пивоваров Юрий Сергеевич, академик Российской академии наук, профессор, доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии Московского государственного университета, директор Института научной информации по общественным наукам РАН, являющегося крупнейшим центром научной информации в области социальных и гуманитарных наук. Сфера научных интересов, история, политическая наука, правоведение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! Мы с вами будем слушать лекцию, я буду читать, вы будете слушать, задавать вопросы. Тема, может быть, странная. Я когда сюда шел, меня сотрудники телевизора спрашивали, о чем это будет. Ну, действительно, Россия сто лет спустя. Ну, Россия, понятно, а сто лет спустя чего, да? Мне это в голову название пришло. Я очень люблю Александра Дюма. У него, знаете, есть романы после трех мушкетеров, 20 лет спустя, 10 лет спустя, ну, там понятно, о мушкетерах. А здесь, сто лет спустя, после чего? После 13-го и 14-го года. 1913-й год и 1914-й. Сто лет прошло после этих дат. И это не просто вот календарные даты для русской истории, да, 13-й и 14-й год. Всю жизнь вы это не помните, а вот мое и более старшее поколение при советской власти, оно любило себя сравнивать с Россией 13-го года. Это был последний мирный год дореволюционной царской России. Ну, видимо, советские начальники полагали, что это был такой апогей, пик ее развития. И вот себя сравнивали, куда ушел СССР по сравнению с этим 13-м годом, каких успехов добился. Ну, я решил тоже, давайте посмотрим. Это первое. Второе, 14-й. Ну, это ясно. Столетие Первой мировой войны. Одно из самых главных событий 20-го столетия, может быть, и всех последних веков. Действительно, Первая мировая война, 14-е, 18-е годы, напомню, она перевернула мир. Без нее бы не было то, что произошло в 20-е и 30-е годы, кризис общемировой, а потом Вторая мировая война и многое-многое другое, да, а уж для нашей истории тем более. Так вот, я решил сказать, вот сто лет прошло, в какой точке мы сейчас находимся. Хотя на самом деле, я историк, но на самом деле меня сегодня интересует, куда мы движемся, в каком состоянии сейчас Россия находится, куда мы движемся. Я когда-то имел удовольствие, счастье, возможность на канале «Культура» в рамках этой программы «Академия» читать лекции «Россия в 19-м столетии» и «Россия в 20-м столетии». И мне в голову пришла такая тщеславная, тщесторюбивая мысль, а давай-ка я расскажу о России в 21-м. Но я же понимаю, что я, так сказать, не доживу до хотя бы середины 21-го века. Я могу говорить только о начале. Ну, действительно, почти полтора десятилетия уже прожили. Можно подумать уже, в какой стадии находится Россия, куда она может двинуться. Но в данной ситуации есть два варианта. Понять, где мы сегодня находимся. Это делать предсказания. Знаете, такая наука есть, футурология, которая занимается предсказаниями. Или какой-то другой путь. От первого я отказываюсь, потому что большинство предположений, даже самых замечательных людей, оканчиваются ничем. Ну, классическое, его все цитируют, приводят, я тоже приведу, Менделеев. Да, великий химик, периодическая таблица. Но наряду с этим крупный общественный, государственный деятель, демограф, статистик, экономист. Он предсказывал, что в России будет то ли 300, то ли 400 миллионов людей русских жить к 2000 году. Он ошибся. 140 миллионов. Все. А почему он так предсказывал? Он сделал то, что обычно делают предсказатели. Ну, предсказатели в хорошем смысле слова. Менделеев действительно был гений. Они берут те тенденции, которые набирают силу при их жизни и, говоря научным языком, экстраполируют, то есть переносят в будущее. И тогда, соответственно, так и получается. Но так не получается. Не получается. Потому что история – это не физика, не химия. Это наука о человеке. А человек – это существо, которое обладает свободой воли, свободой выбора. Человек может выбрать добро, может выбрать зло. Человек может каждый день выбрать пойти в школу или остаться дома, учить экзамен, готовиться к нему или нет. То есть человек выбирает. И вот от суммы этих вольт и пристекают исторические события. Я еще раз вам хочу сказать, что история, к которой мы сегодня обращаемся, это ведь такая очень наука актуальная. Заметьте, я думаю, что вы заметили, какой спор вокруг российской истории идет в последние годы в российском обществе. И в интернете, и на телевидении, и в научных кругах. И какое внимание власть уделяет истории. Вы знаете, выработана единая концепция учебника для средних школ, и при этом ее принимают высшие государственные люди нашей страны. То есть все очень всерьез. Вообще, я вам должен сказать, из опыта исторического, когда власть и общество очень много внимания уделяют истории, и в ходе дискуссии вырабатывается какая-то новая точка зрения, новое понимание исторического процесса, что-то серьезное в обществе происходит. Потому что вот мы сегодня точно уже знаем, чем, скажем, закончилась история царской России. И даже теперь точно знаем, чем закончилась история СССР. А вот 50 лет назад мы не знали, чем закончится история СССР. Или, например, в 19-м году еще было мало понятно, чем закончится история царской дореволюционной России. У нас совершенно другая позиция. Мы это уже видим. Мы многое потеряли в том смысле, что через 100 лет, например, вот этого аромата времени мы не чувствуем. Мы не чувствуем, может быть, вот этого пульса и сердечного биения исторических событий. И в этом смысле мы что-то теряем. Но зато мы знаем, чем все это закончилось. Мы знаем, и что потом произросло из этого. И это очень важно. И вот именно таким образом настоящее видоизменяет прошлое. И каждое поколение, каждая эпоха переписывает историю. Потому что есть какие-то тенденции, традиции, которые не реализовались в ту эпоху. Но глядь-поглядь, через несколько десятилетий они снова вылезают. И мы их обнаруживаем, и мы понимаем, откуда это произошло. Потом вам приведу примеры. То есть, когда вам говорят, что история не знает сослагательного наклонения, она только его и знает. Надо постоянно говорить о сослагательном наклонении, потому что то, что, может быть, не удалось 100 лет назад, может удастся сейчас. И в плохом, и в хорошем, кстати говоря. То есть, в этом смысле история – это такой совершенно живой, постоянно изменяющийся организм, который очень трудно изучать. И вот, что же произошло? Ну, 13-й год, понятно, да? 13-й год – это последний мирный год. Действительно, огромные успехи. И сегодня, когда мы говорим о нашей истории, о советской истории, о сегодняшней истории, мы так до конца и не поняли, чем была дореволюционная Россия. Россия, то есть, до падения, там, самодержавия, скажем, или до прихода к власти большевиков, мы помним, что она была отсталая, страна рабов, страна господ, малый уровень образования, сельское население – это так. Но с другой стороны, с конца, или даже, может быть, 70-х, 80-х годов, 19-го столетия, в России начался мощный подъем культурный, социальный, экономический, рос благосостояние населения. Не было все гладко, иначе бы не было революции. И вообще все гладко не бывает. Вообще Россия была отсталой страной. Все это так. Но мощный подъем. Но дело не только в подъеме. Дело в том, что этот подъем не сопровождался, как это сейчас бывает в России, например, как при Петре Великом, или как при Сталине, террором, таким массовым жестким насилием над населением. Нет-нет. И эти реформы, которые тогда происходили, они не вели к тому, что, как произошло в 90-е годы, одним стало намного лучше меньшинству, а большинству намного хуже. Напротив, реформы того времени делались так, что подавляющее большинство империй и разных народов ее населявших, в общем и целом, жили все лучше и лучше. Да, вот вклады, сберегательные кассы от населения, это не были только вклады от людей, ну, я не знаю, там, купцов, фабрикантов и так далее, и рабочие люди вкалывали. Вообще, я должен сказать, что уровень жизни 13-го года в целом, ну, я думаю, что СССР достиг где-то только к концу 50-х, начало 60-х годов. Да, вот, потом многие-многие десятилетия было весьма и весьма тяжело. Но это был и большой культурный подъем, и рост университетов, и науки, и искусства, вы все про это знаете, да, и политический подъем, Конституция, двухпалатный парламент, да, политические партии, профсоюзы, все не идеально. Все, еще раз говорю, но это была живая жизнь. А вот дальше был 14-й год. Вообще, конечно, 14-й год, начало Первой мировой войны, это самоубийство народов Европы. Это вообще самоубийство народов Европейского мира, от Соединенных Штатов до нас. Потому что, ну, потому что потом открылась эпоха больших войн, террористических режимов, кризисов, либеральной демократии и прочее, прочее. Но, тем не менее, это произошло. И вот, смотрите, 14-й год, ваше поколение этого не знают, а вот мое очень хорошо знают. Нас в школах и в вузах учили так, что Первая империалистическая, Первая мировая война, империалистическая война, была войной там несправедливой, за раздел там рынков, конкуренции, и так далее, бездарные генералы, бездарный царь, плохо вооруженная армия, сплошные поражения, народ этого не вынес, скинул царя батюшку, но к власти пришли не те люди, которые тоже ничего не могли, они продолжили эту бездарную войну, но зато потом пришли настоящие крутые мачо, большевики, которые со всем этим покончили, заключили мир и стали, через небольшой кровавый период гражданской войны, после этого стали строить счастливое общество. И, честно говоря, только историки, только специалисты, в общем, действительно понимали, что такое 14-й год и как Россия себя чувствовала и вела в этой войне, я вам должен сказать, что сейчас другая тенденция, совершенно. Нынешний политический режим, нынешние историки, политологи и так далее стали воспевать подвиг русского народа в Первой мировой войне. Это правильно. Это правильно в том смысле, что Первая мировая война была действительно войной, где русский народ, ну, народы Российской империи в целом, показали себя самой лучшей страной. В начале войны мы спасли от разгрома Францию, в Восточной Пруссии мы потерпели поражение пожертвовав большей части своей гвардии. Тем не менее, мы спасли Париж от того, чтобы немцы ее взяли, тогда бы они на Западном фронте победили. А главная задача России в Первой мировой войне это была исключить из войны Австро-Венгрию, союзника Германии младшего, что Россия сделала двумя блестящими наступлениями в начале войны и потом известный Брусиловский прорыв. То есть, и даже уже к концу этой войны, вернее, когда в России произошла революция, немцам удалось потеснить нас. И они заняли в первых годах Великой Отечественной войны. И в принципе, если бы в России не произошла революция, то война могла бы закончиться не в 1918 году. Я напомню, что она закончилась поздней осенью 1918 года, Первая мировая война поражением Германии капитуляцией. Она бы закончилась, наверное, раньше, потому что 1 апреля 1917 года в войну вступили Соединенные Штаты Америки. Это мощная подмога. И Россия уже была готова тоже к последним наступлениям, потому что произошло перевооружение, существовала новая армия и прочее, Россия была готова. Черчилль, известный человек, потом писал, что русский корабль утонул, когда уже вошел в бухту, в гавань, ему уже был виден берег, он утонул. То есть Россия не проиграла Первой мировой войны. Она не позорно ее вела. Ни царь, который с 15-го года был верхом главнокам и начальник, ни генералы, ни офицеры, ни солдаты, тем более, они воевали действительно очень достойно. И подвиг русского народа в Первой мировой войне он должен помниться. Вместе с тем, Россия вышла из этой войны, в России произошла революция. Что последует потом, я вам скажу. Но вот что интересно, ну, вы знаете, я вам скажу в том смысле, в рамках вот своего доклада вам, что происходит сейчас. Готовится общий учебник, общая концепция обязательного учебника, рекомендуемого учебника для средних школ, где впервые начало 20-го столетия не календарное, а фактическое содержательное указан 14-й год. 14-й год, начало 20-го столетия. 901-й год, это начало календарное, а вот 14-й год, это содержательное. Так в истории бывает, есть длинные века, есть короткие века, они не всегда совпадают с хронологией. Так вот, в содержательном смысле российские историки сегодня договорились, что это 14-й год. Ну, впрочем, так многие считают. Я вам хочу напомнить, что, скажем, для англичан и французов великая The Great Wall, война, это не Вторая мировая, а это Первая мировая. Для нас, конечно, Вторая, прежде всего, Отечественная война. Вот начало 20-го столетия. А что это означает для нас? И вот для той темы, о которой я вам говорю, что это я все там в историю залез, мы хотим узнать, что будет в будущем. А это означает следующее. Через несколько лет, в 17-м году, в России, будет отмечаться, не знаю, будет праздноваться ли, но отмечаться, столетие двух революций, февральской и октябрьской. Буржуазной, как раньше говорили, и социалистической. И раньше советская историография говорила, что начало 20-го столетия, начало новейшей истории и России, и всего мира в 20-м столетии, это революция. Не Первая мировая война, а революция. Теперь наши историки отодвигают на несколько лет и говорят, нет, война. А что же революция? В рамках этой новой концепции революция становится таким следствием из войны. Вот эта неудачная война, она и послужила во многом, не полностью, но причиной для этих революций. Более того, изменяется вся концепция революции. Вы потом поймете, к чему я кланю. Вся концепция революции. Раньше нам говорили, три революции было, 905-й, 17-й, потом февральская и октябрьская. Теперь первую мы пока не трогаем и говорят, Великая Российская революция 17-го года. Февральская революция теперь называется Февральским переворотом. Так, кстати, это и называли, когда это произошло. А Октябрьская революция называется захватом власти большевиков. И все это одно событие. Более того, оно объединяется с Гражданской войной, которая шла ну с конца 17-го, начало 18-го, ну примерно по 21-й год. Получается 4 года Великой Российской революции плюс Гражданская война, которая является ее продолжением и частью. Это что-то очень напоминает. А это очень напоминает, причем хронологически совершенно точно, Великую Французскую революцию конца 18-го века. 1789 год, 1793 год. 4 года. У нас 17-21, 4 года. И тот же самый алгоритм развития. Сначала умеренные силы свергают там короля, у нас царя, потом они его казнят, правда, замечу, там по суду у нас без суда, потом к власти приходят крутые люди, там якобинцы, здесь большевики, потом там якобинцев свергает термидор, да, более умеренные революционеры, а у нас в 21-м году Ленин переходит к НЭПу, то есть отказывается от наиболее радикальных реформ и тоже проводит курс термидора, так его и называли. Потом через 6 лет у них в 99-м году к власти приходит Наполеон Бонапарто, у нас через 6 лет в 27-м году Сталин фиксирует свое полное господство. Нас вписывают в европейскую историю, так же протекает революция везде. А все было гораздо глумже, все было гораздо страшнее. И режим, который вышел из нашей революции, ничем не похож на режим, который вышел из французской революции, а Наполеон не похож на Сталина и так далее, и тому подобное. Далее. Февральская революция и Октябрьская революция, тогда непонятно, чем же принципиально Февральская отличается от Октябрьской. А здесь надо очень четко понимать, что Февральская революция была достаточно традиционной революцией, когда верхи общества уничтожили имперскую власть и захватили ее. И решили преобразовывать Россию по демократическому, капиталистическому пути. А вот в октябре произошло все полностью перечеркнувшее то, что хотел и царизм в последние десятилетия своего существования, и то, что хотела Февральская революция. Потому что я вам должен сказать, что если Октябрьскую революцию просто скромно назвать захват власти большевиками, то это значит громадное событие, с моей точки зрения, главное событие 20-го столетия для всего человечества, не только для России. Я вообще считаю, что Октябрьская революция главное событие всей русской истории. Великий историк Ключевский говорил, что отмена крепостного права главное событие в русской истории. При нем да, но это еще и действие внутреннего пользования. А Великая Октябрьская революция Она отвратительная и ужасная, я не ее сторонник, но тем не менее. Она не только перевернула Россию полностью, она по другому руслу пустила ход мировой истории. Вот это действительно абсолютно мировое воздействие на мировую историю. Не знаю, когда Россия так еще воздействовала. А ведь Октябрьская революция под какими шла знаменами? Бога нет. Нету Бога. Государства нет, частной собственности нет, права нет, семьи нет. Нет. Отказ от всех фундаментальных ценностей, которые выработала христианская часть человечества за два тысячелетия, и Россия часть этого христианского мира. Отказ от абсолютных фундаментальных устоев, на которых покоится современное общество. Смотрите, государства нет, семьи нет, собственности нет, права нет, Бога нет. Все, на чем построено процветание человека, на чем построена его тяжелая судьба, на чем построена вообще история, все отметалось. И вот это событие, которое, все это большевикам не удалось. То есть они продвинулись на этом пути, потом им пришлось отказываться, реальная жизнь оказалась сильнее. Но как можно объединять, ну, в общем, нормальное, хотя и неприятное во время войны событие, как февральская революция, когда, ну, освободились от царизма, хотели построить, может быть, республиканское общество с правами, обязанностями, ну, более-менее нормальное. И вот тут другое. Я даже не говорю о последовавшем терроре, я говорю о том, что это абсолютно фантастическая, неслыханная затея была, ни с чем не сравнимая в новой истории. И скрыть это только под личиной Великой Российской революции и свести только к захвату власти – это ничего. То есть, а почему это важно для нас? А дело в том, что ведь современная Россия является не просто хронологическим продолжателем Советского Союза. И не только юридическим, хотя мы признали, что мы правоприемник СССР. То есть, современная Российская Федерация, вот мы с вами являемся юридическими наследниками советской власти. Но, безусловно, современное общество, современный человек, современные люди выросли из того Советского Союза, который и возник благодаря этой революции. А может быть, и вопреки народ сопротивлялся. Но, тем не менее, не только я, который прожил большую часть жизни при Советах, но даже вы, и, я думаю, даже ваши дети в будущем, мы все люди, которые есть продукты этой революции. Она переменила всех нас. Русская история уходит в глубину, русская культура тоже. Вопросов нет. Но как, например, современный француз отличается от француза до революции 1789 года, или как француз конца XVIII века отличался от средневекового француза, ну и так далее, и так далее, так и мы, разумеется, отличаемся от людей XVIII века или начала XIX века. А вот то, из чего мы вырастаем, это и есть плод и результат революции. И чтобы понять, что мы как тип человека, что мы как тип общества, оно в многом продолжает, советское общество, родившееся в ходе революции, что мы можем предполагать относительно будущего, и как мы можем оценивать сегодняшнее. Для этого надо понять, откуда мы вышли. Откуда мы родились. Кто наши родители, кто наши бабушки и дедушки. Не в прямом смысле, а в переносном смысле в данном случае. И поэтому вот это вот назначение XIV года, началом XX столетия для России, с одной стороны, я еще раз вам скажу, повторю, как бы купирует вот это вот неправильное отношение к Первой мировой войне, но зато оно делает гораздо большее зло, когда оно скрывает на самом деле, так автоматически происходит, может быть, этого автора концепции не хотели, оно скрывает вот эту вот всю важность революции. При том, что я вам должен сказать, что вообще русская революция, русская революция, она настолько сложное явление, и его настолько надо понимать и знать, опять же, для того, чтобы понять, кто мы и что мы. Вот, например, если вы точно не будете знать, куда двигалась армия Багратиона и Барклая, отступая от Наполеона, а потом там какие маневры делал Кутузов после Бородино, вы переживете свою жизнь, хотя это очень интересно знать. А вот если вы, если вы не будете понимать, из какого общества вы вышли, и в каком обществе, высшем из предыдущего, вы живете, вы не сможете ориентироваться в современном мире. Понимаете, какая штука? И поэтому, скажем, знание русской революции, вот я говорю, сто лет спустя, а почти уже сто лет революции, знание ее структуры, ее как бы вот духа, обязательно. Был такой философ немецкий, его вы не знаете, наверное, а нас заставляли учить, чей гениальный был, Фридрих Энгельс. Да, вы знаете, Маркс Энгельс, да, младший друг Маркса. Сейчас к нему иронично относятся, как и к Марксу, но это неправильно, потому что это были два великих человека, и они не виноваты в том, что здесь во многом искажено было их учение. Так вот, Фридрих Энгельс, который всегда очень внимательно, причем Маркс и Энгельс не любили Россию, да, это такой враждебный достаточно взгляд. Но, тем не менее, взгляд гениальных людей. Так вот, Энгельс, который внимательно наблюдал за тем, что происходит в России, он умер в 1895 году, незадолго до смерти, в конце 19-го столетия, писал, в России происходит экономическая и социальная революция. С 60-х годов, 19-го столетия, в России начались реформы Александра II, экономическая и социальная революция. И я подхватываю эту мысль Энгельса, иду вслед за ним, добавляю, социально-психологическая, ментальная революция сознания. А в начале 20-го века начинается политическая революция, политические выступления, политические движения, революция настоящая, реформы политические. И апогея все это достигает в 17-м году, февральская революция. Но в рамках вот этой большой революции, когда все менялось, все переворотилось, как говорил Лев Николаевич Толстой, Иванович Каренин, было сразу несколько революций. Одну революцию вело образованное общество. То, что от декабристов началось, вот эти русские аристократы, русские дворяне, интеллигенты, люди европейской культуры, они все время стремились ограничить самодержавие. Может быть, потом и установить республиканский строй, политическую свободу, экономическую свободу. И в феврале 17-го года им это удалось. Они сто лет сражались с царизмом, им это удалось. Они уничтожили царизм и пришли к власти. Дальше они оказались не в состоянии править Россией. Это другой вопрос. Но параллельно шла другая революция. 80% русского населения Российской империи жили в общинах. Общины, помните общины, да? И вот в этих общинах тоже происходила революция. Эти люди, которые крестьяне, наши предки, они хотели... Их не хватало земли. Был демографический взрыв. Сейчас у нас демографическая яма, тогда был демографический взрыв. Им не хватало земли. И они хотели все больше и больше земли. Помещичьей земли, церковной земли, то есть монастырской, царской земли, государственной и так далее. Они хотели все больше и больше земли и хотели делить ее поровну, чтобы было равно, чтобы было справедливо. И вот в деревне усиливалось вот это вот движение к переделу земли, к захвату тех земель, которые они еще не захватили, для того, чтобы как-то выжить из-за этих революций. А в 1917 году начинается третья революция. Эта революция, я скажу так, большевистская. Это когда с фронта хлынули массы бывших крестьян в шинелях с оружием, которые не хотели воевать по разным причинам, сейчас это не самое главное. Это городские люди, которые не хотели идти на фронт, скажем, рабочие на фабриках заводов, которые имели броню. Это люмпин, это такие, вы знаете, да, понятно, что это такое, босяцкие всякие, анархические, асоциальные круги и так далее, и так далее. И большевики начинают оседловать вот эту вот стихию, и в конечном счете они приходят к власти. То есть, как бы в 1917 году мы видим три вот таких вот потока революционных, которые встречаются. Кстати, революция крестьянцев убила, в 1918 году крестьянская община захватила все земли и поделила, да. Революция интеллигенции и буржуазии провалилась полностью, поскольку победив в феврале, не удержали власть. И с 1917 года, с октября против них начался террор новой власти. А что происходит потом? Кровавая схватка, в которой красные, как вы знаете, побеждают. После этого некоторая передышка НЭП, когда что-то дозволяется, чтобы страна пришла в себя после страшного самокровопускания. Ну, а в 1929 году начинается коллективизация, вы знаете, и я уже с этой трибуны воспроизводил, как народ тогда расшифровывал аббревиатуру ВКПБ, это Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, которая правила второе крепостное право большевиков. То есть по существу коллективизация, это опять крепостное право, колхозное крепостное право, граждан там тоже закрепостят. То есть эта революция идет с 1860-го примерно года по 1930-й примерно год. Она начинается как самоосвобождение, самоэмансипация русского общества и русского государства, а заканчивается провалом. Мы снова возвращаемся в новых исторических условиях, в новых технологических условиях, новых, я не знаю, всяких других условиях, мы опять возвращаемся в рабство, из которого потом постепенно начинаем выбираться лишь в 50-е годы после смерти Сталина. Вот если это знать, если это понимать, то совершенно иначе мы будем смотреть на попытки, вот это сто лет спустя, что было в 14-м году, что в 13-м, что последует в 17-18-м году. Это очень важно. А возвращаясь к войне, поскольку вот война, революция, надо вспомнить, а чем закончилась Первая мировая война для России? Ну да, Россия вышла из войны, но сейчас пробивается такая тенденция, что Первая мировая война для России закончилась подписанием Брестского мира. Наверное, слышали, да? Что в марте 18-го года был подписан Брестский мир. Это город Брест, сейчас территория Беларуси, но когда-то российский город, где делегация Германской империи, Австрийской империи встречалась с делегацией уже советской, большевистской России, не царской и не России времен правительства. И как вы знаете, Ленин, он назвал Брестский мир похабным. Ленин и большевики отдали значительную часть России немцам. И немецкие войска вошли. Прибалтика, Белоруссия, Украина, Дон, Крым, более миллионов квадратных километров, десятки миллионов людей. Это описано в великой литературе русской, это описано историками и прочее. Революция 1917 года вырвала огромный ров между постреволюционной Россией и дореволюционной Россией. Абсолютно все верхи, ну и за исключением каких-то небольшого процента, которые или вынуждены, или добровольно пошли на службу советом, а потом были все-таки уничтожены, большинство из них в 30-е годы, в террории. Основная часть элит, правящей верхушки той России, как Россия официальная, имперская, так и Россия общественная, которая воевала с имперской властью, они были либо уничтожены, либо изгнаны за границей. Россия отказалась, советская, платить долги царского правительства. Отказалась от права преемства и сказала, мы наш, мы новый мир построим. Или как-то обрискрывается, я вам говорил, открыл новую историю. Новую историю, старой больше нету. Ничего общего. Сегодня, сегодняшняя Россия, наша с вами Россия, ваша больше, чем моя, потому что просто вам жить и жить, эта Россия говорит, что мы наследники всей 1150-летней истории России. Недавно проразвалось 1150 лет от начала русской государственности, в 862 год, условно, ну, так во всех странах, какое-то есть условное начало. Значит, мы наследники всех эпох, и московской эпохи, и петербургской эпохи, и советской, и наследники всего. Да, культурно, да, наследники. Продолжатели, естественно, как французы, как немцы, своих историй. Но! Возвращаясь к Брестскому миру. Раз, мы вырастаем из Советской России, являемся ее наследниками, и нас юридически и ментально, на самом деле, ничего не связывает с эволюционной Россией, если мы вырастаем из Советской, это как бы другая логика. Но если мы назначим Брестский мир, что Россия этим закончила Первую мировую войну, вот через Брестский мир мы привязываемся к той старой России. Та Россия успешно вела ее, но не выдержала напряжения, общество рухнуло. Брестский мир заканчивает. Но Брестский мир подписала не историческая Россия. Брестский мир подписали те люди, которые были убийцами исторической России, и которые стали строить общество вопреки этой исторической России, на ее костях. А что происходит параллельно с Брестским миром? Еще более важное событие может быть. Разгон учредительного собрания. В начале января 1918 года в Петербурге, в Петрограде учредительное собрание, которое было избрано всей России, разгоняется Лениным, потому что большевики не получили там большинства, хотя значительное представительство получили, но большинство получили эсеры, тоже социалистическая партия, но враги большевиков. И Ленин понял, что учредительное собрание создаст новую конституцию, создат новое правительство, и большевики, как временное правительство, происходит разгон учредительного собрания. С этого начинается советский период по-настоящему, потому что когда они в октябре взяли власть, еще было неясно, куда все это пойдет. И вот два этих события 1918 года и являются то, что связывает нас по негативу, только по негативу, и только это связывает со старой Россией. То есть большевики за царское и временное правительство подписали мир, а потом большевики разогнали то, к чему Россия шла столетие. Потому что лозунг учредительного собрания, это был главный лозунг всех общественных сил России. Значит, будущая Россия, связанная с прошлым Россией, с дореволюционной Россией, только двумя этими негативными событиями, действительно предательским и позорным близким миром, и совершенно предательским и позорным разгоном и жестоким учредительного собрания. Вот это мы должны понимать. Вот эту страшную диалектику, вот эта страшная, как бы сказать, последовательность. И понятно, что если мы свою историческую легитимность, то есть вот почему мы существуем в истории, будем связывать, а так получается на самом деле, реально так получается, с Россией дореволюционной, по негативу, через похабный брестский мир, Ленин, и через разгон учредительного собрания. Потому что ничего больше, по позитиву у нас ничего больше не объединяет с дореволюционной Россией. Все остальное было разорвано. Только вот эти две скрепы, отрицательные, но две скрепы. Вот зная это, мы должны понимать очень многое из того, что происходит в нашем обществе сегодня. Очень многое, что непонятно, очень многое, что мы не можем, ну, зачастую даже и принять. Есть еще одна очень важная тема, которая тоже может нам объяснить, в какой точке мы находимся и на что мы можем рассчитывать. Она не скрепная. Тут вам придется переключить как бы свое внимание. Мы еще вернемся к революции, к войне, но она не менее важна для современного самопонимания. В 2013 году исполнилось 20 лет, как Россия живет со своей Конституцией. В 1993 году Российская Федерация приняла новую Конституцию 12 декабря 1993 года. Эта Конституция действует и поныне. И много говорилось вот о этой Конституции. Я вообще вам должен сказать, что тема Конституции и тема права – это одна из ключевых тем для понимания тоже нашего общества наряду с историей. Но и история права. Чтобы понять, куда мы можем двигаться, есть два основных типа регулирования общества. Человечество выработало в ходе своей истории. Один тип – религиозный или сакральный. Когда власть и вообще все порядки от Бога. От Бога. Есть разные версии вот этого вот богоцентризма, но тем не менее, все определяется высшей волей. Какой-то сверхъестественной надчеловеческой. Все наши поступки – политические, экономические, культурные и так далее. Но в ходе своего развития человечество практически во всех своих регионах, не во всех, но в большинстве, постепенно изживает этот тип саморегуляции или регулирования. И переходит к другому – правовому. Когда предельной нормой, регулирующей отношения в обществе, становится право, законы, конституции, различные виды права. То есть юридическое саморегулирование или регулирование. А в центре всех правовых систем, как правило, лежит конституция или, как ее называют, основная норма. То есть вот есть два основных способа. И как в обществе сакральном нарушение божественной воли грозило гибели общества, поскольку это высшая воля нарушается, так в обществах современных, где правит право, люди на самом деле право топчут, и вместо этого правит что-то иное. Эти общества, как правило, если не разваливаются, то функционируют очень плохо. То есть вот это два этих момента. Правда, в 20-м столетии был выдвинут еще один принцип регулирования общества – идеологический. Возникли государства, которые в науке называют идиократией. Ну, кратус – это власть, идеологические государства. Например, Советский Союз. Или, например, Италия при Муссолини. Или Испания при Франко. Или национал-социализм в Германии. То есть не религиозное регулирование, не правовое, но идеологическое, определенная схема понимания, определенная система воззрений. Правит общество. Но все эти режимы провалились, практически все. Остались Северная Корея, отчасти Куба, но там уже началась демократизация. Китай социалистический, казалось бы, тоже идиократический, но на практике совершенно другой. Все остальные режимы развалились, включая наши. Притом, они были совершенно разные, я их не сравниваю. То есть этот способ идиократический, идиологический развалился. И остается способ правовой. И вот здесь, когда мы говорим о правовом способе саморегуляции, здесь необходимо нам посмотреть, а как в России с этим. И для того, чтобы понять, почему вот у нас сегодня так с правом из Конституции, а не иначе, для этого мы тоже должны совершить определенный исторический экскурс. В чем он заключается, этот экскурс? Ну и хочу вам напомнить, что Россия была предпоследней страной в Европе, которая приняла Конституцию. Конституция была принята в 1906 году. Потом эта Конституция, ее, разумеется, отбросили после падения царизма. Потом было несколько советских Конституций, которые носили такой идеократический характер, неправовой. То есть это был набор идеологических догм, а внешне оформленный под правовой документ, но правили именно эти идеологические догмы, а не право в прямом смысле слова. Потом, соответственно, в 1993 году была принята нынешняя Конституция, по которой наше общество худо-либедно, но живет уже 20 лет. И вот что интересно, когда мы смотрим на вот это вот конституционное развитие, что мы видим? Ну, во-первых, я об этом много раз говорил, и говорил уже в рамках вот этого цикла лекций в Академии, но, тем не менее, это надо повторить, что Конституция 1993 года удивительным образом напоминает Конституцию 6-го года. А вся Конституция 6-го года, 1906 года при царе Николае II, она восходит к плану Спиранского 1809 года. То есть современная Конституция не является случайной. Более того, поразительным образом, что когда ее писали, готовили в 1992-1993 году, написали вот Конституцию, похожую на 6-й год. И это о чем говорит? Не только с точки зрения права, а вообще. В 20-м веке Россия пережила глубочайшие фундаментальные изменения. Но как только она освободилась от определенной системы и сказала, будем строить другой тип общества, она вновь взяла Конституцию, схожую с той, что была до того. То есть на выходе взяли то, что было до входа. А это о чем говорит? Что несмотря на все грандиозные изменения, даже такие глубокие изменения, которые большевистская революция принесла в Россию, перепахав ее полностью всю, скорее в плохом, чем в хорошем, но и в хорошем смысле тоже, Россия опять вернулась к конституционному тексту почти столетней давности. Это значит, что даже самые большие изменения не могут изменить до конца природу общества, природу человека. Это очень важно. Что еще очень важно, исходя из того, что к конституции надо относиться, ну, как к священному писанию. Вообще конституция – это такая секулярная Библия, да? Это вот то, что нельзя нарушать. Общество может менять конституцию, но если оно договорится и сделает это законным путем. Но вот когда конституция есть, то пренебрегать ею и действовать, как бы обходя ее, используя там какие-то свои возможности, это очень опасно для последствий. И я могу вам привести пример, как вообще с конституцией надо обходиться осторожно. Вот эта конституция, и мы сейчас вернемся опять к революции. Конституция была принята в шестом году. А революция в России шла с пятого по седьмой год, первая русская революция. И вот эта конституция шестого года, она была компромиссом между царской властью, между короной и бюрократией, с одной стороны, а с другой стороны – обществом, революционерами, обществом, силами, которые боролись за демократизацию системы. И вот в рамках конституции фактически был заключен компромисс, или достигли консенсуса. То есть договорились о том, что учитываются интересы и государства, и общества. Но никто, конечно, об этом не думал тогда, но оказалось это трагическим потом последствием. Что там было? Я вам говорил о двух способах управления обществом – сакральным и правовым. Соответственно, есть два способа легитимизации власти. То есть почему власть законна, почему мы слушаемся эту власть. Одна власть сакральная, сакральный способ, а другой – демократический, правовой. Так вот, в Конституцию шестого года были включены два прямо противоположных принципа легитимности. Царская власть была от Бога, сакральная, как это было и раньше. Но появлялась Государственная Дума, которая избиралась пусть не всеобщим голосованием, но все-таки голосованием. То есть это демократическая легитимность. Ну, плюс еще были какие-то моменты, которые работали как бы на усиление демократической легитимности. Там судебный сенат мог там обжаловать решение императора, часть госсовета избиралась тоже. То есть два типа легитимности – сакральный и демократический. Кто февральскую революцию начал? Временный комитет Государственной Думы. И вообще Государственная Дума была очагом февральского переворота. И в феврале 1917 года два этих типа легитимности столкнулись в непримиримой схватке. Вот это вот сакральная власть, а царь себя так и понимал, власть от Бога, хозяин земли русской, как Николай II себе говорил, и демократическая власть в лице прежде всего Государственной Думы, общественных кругов, которые стояли вокруг нее. То есть в Конституцию включили два взаимоисключающих принципа легитимности. И это не это было причиной революции. Причиной революции лежали глубоко в русской истории и в каких-то действиях людей в данный момент. Но это позволило, если угодно, оформиться конфликту, формализоваться конфликту, реализоваться конфликту. То есть в Конституцию был заложен механизм, который мог взорваться, а мог и не взорваться. И он взорвался. В результате определенных действий и той, и другой стороны он взорвался. Это о чем говорит? Что нельзя закладывать в Конституцию прямо противоположные нормы. Например, если Конституция говорит, что не может быть единой обязательной государственной идеологии, как у нас сейчас в Конституции, то нельзя протаскивать в Конституцию возможности этой государственной идеологии. Потому что Конституция и идеология – это разные вещи, но мы в этом поговорим. Но не только эта Конституция показала… Она была неплохая, эта Конституция. Как и Конституция 1993 года неплохая для России. Хотя не идеальны обе, идеального ничего не бывает. Но не только эти. Потом последовали советские Конституции. Это тоже очень интересно. Например, первая Конституция советская лета 1918 года, лета 1918 года, всего было четыре советские Конституции, ввели совершенную инновацию в практике. Была категория лишенцев. Лишенцы. Это представители старых эксплуататорских классов, которые лишались всех прав. То есть обычно, что такое Конституция или закон? Он рассказывает о правах и обязанностях. А здесь вам рассказывают о том, что вы не имеете права делать. И никаких прав вы не имеете. То есть сплошной минус, никакого плюса. Это была абсолютно юридическая инновация. Я все время так шутливо думаю о том, что русская литература создала тип лишнего человека, вы в школе учили, да? А потом эти лишние люди свергли царизм и стали лишенцами. Да, вот, так сказать, это, конечно, игра слов, но тем не менее. Значит, что произошло дальше? Дальше создается Советский Союз, и в начале, в январе 1924 года, принимается первая Конституция СССР. Это совершенно уникальная вещь. Пока готовили Конституцию, вы знаете, что там были два проекта. За один Сталин Ленин, за другой Сталин. И они столкнулись. И Ленин победил Сталина, хотя он был уже тяжело болен и прочее, прочее. Сталинский проект был, он называется, автономистский. Что все составные части Советского Союза не имеют права выходить из Советского Союза. Это такие автономии. Как сейчас, субъекты Федерации не могут выйти из Российской Федерации. Запрещено, нет права выхода. Ленин настоял на союзном проекте, который был принят. Что субъекты будущего Союза входят в него с правом на выход. Могут выйти. Но Ленин, конечно, всерьез не воспринимал. Он думал, что скоро во всем мире будет революция. И что скоро все станут республиками Советского Союза. Куда можно выйти? Только на Марс или на Луну. Землю ведь никуда не уйдешь. Или в океан. Но вы знаете, в 1991 году что произошло? Именно эта норма Конституции позволила развалиться Советскому Союзу. То есть в 1924 году, исходя из определенного идеологического видения настоящего будущего, записали эту норму как декоративную, как норму, которая должна была для всех народов нерусских, украинцев, белорусов и так далее, что вот вы такие же, как мы, что вы имеете те же права. Хотя вас меньше, мы старшие братья. Но тем не менее. Но на практике это и позволило развалиться, способствовало развалиться Советскому Союзу. Потому что если бы этой нормы не было, то непонятно на каком основании, как расходиться. Как развалиться Советскому Союзу? По республикам? Посмотрите, только по республикам. И наследниками Советского Союза являются те самые республики, часто искусственно созданные большевиками, их не существовало в истории, но развалились именно по этому принципу. Это о чем говорит? Что ни в коем случае нельзя закладывать в Конституции, исходя из того, что Конституция это и есть основа права, а право есть главный регулятор, либо то, что ты не можешь выполнить, либо то, что может потом взорваться, либо то, что одно так противоречит другому, что в какой-то момент вот эти противоречия становятся нестерпимыми, и они могут способствовать оформлению каких-то социальных конфликтов и разрыву общества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ